Всем привет! Сегодня снова вместе, а это значит пришло время для творческих идей. Сегодня я хочу поделиться с вами техникой создания новогоднего календаря, хотя правильнее назвать его предновогодний календарь. Для его создания понадобится 3 ватмана, линейка, степлер, клей, краска, 9-литровая бутылка и разные украшения. Для простоты и скорости вырезание я сделала форму и обводила ее, но можно было просто разлиновать ватман. Длина прямоугольника должна быть 18 см, высота 10 см. Посередине прорезано небольшое квадратное окошко, его размер 4,5х4,5 см. Необходимо начертить 30 штук, можно и меньше, но я люблю дарить подарки, и поэтому подарки будут дариться 30 дней, но можно, конечно, и меньше. Окошки вырезать чуть сложнее, но в любом случае весь этот процесс займет не более 20 минут. 30 заготовок готово, а раз готовы, скручиваем их. Да, похоже на втулки от туалетной бумаги, но они немного больше в диаметре. С одной стороны отмеряем 2 см и ставим точки сверху и снизу. И теперь скручиваем заготовку в рулон, выставляя край по меткам. Рулон можно клеить, но степлером будет быстрее. 5 минут и 30 цилиндров готово. Измеряем полученный диаметр нашего цилиндра. Мой равен 5 см 3 мм. Далее вырезаем 30 кружков с лапками. Кружки можно нарисовать или просто обвести. Да, у меня немножко кривоват, поэтому, наверное, все же лучше циркулем. Самое главное, не забудьте лапки. Кружков вырезаем 30 штук. Лапки загибаем. Наносим клей на них и фиксируем этот кружок. Желательно делать это изнутри. На все это я потратила примерно 10 минут. Скрепляем между собой цилиндры. Следим, чтобы были ровными края. И закрытые донышки были с одной стороны. Крепим на расстоянии от края окошечка 2,5 см. Следим, чтобы и окошечки тоже совпадали. Удобнее скреплять сначала по 3 или 4 штуки, а затем соединять это все в ленту из 15 штук. Да, и необходимо следить все же за ровностью всех скрепляемых поверхностей. 15 штук скреплены. Примерим их на бутылку. Моя 9-литровая бутылка вписывается идеально. Крепим концы, замыкая круг. Соединять концы лучше вместе с бутылкой. Все, круг завершен. Ой, неправильно поставила. Закрытые донышки должны быть посередине. Оставшиеся 15 штук соединяем аналогично. На все это ушло у меня 10 минут. Сейчас предлагаю заняться бутылкой. Отрезаем верх бутылки. Это нам не нужно. Теперь нужно выровнять ряд, чтобы он был аккуратно срезан. И нам нужно сделать форму. Для этого нам понадобится картон. Так вот, бутылку. Затем опускаем на нее наши приближки. Это подарки маленькие. Сюда подарок большой. Мы отмеряем. Где-то сантиметра два от формы. И проводим круг. Отодвигаем. Выравниваем круг. И круг, соответственно, вырезаем. На все это ушло примерно 5 минут. Вырезаем шторки для окошек. В ход пошла бумага для выпечки. Но можно взять обычную кальку. Размер бумажек 8 на 7 сантиметров. Отмеряем и отрезаем 30 штук. Следующий этап это покраска. Весь домик я крашу простой водоэмульсионной белой краской. Вариантов в последующем декоре на самом деле масса. Можно разрисовать дом под снежные кирпичики. Но это долго. Я рисовала 4 часа. Можно покрыть просто серебряной краской. Довольно мило. Можно сделать декупаж. Декупаж мне тоже очень понравился. Это просто, быстро. Главное иметь под рукой подходящие салфетки. Вы выбирайте вариант. А я продолжаю дальше. Вернемся к бумажкам из тонкой бумаги для окошек. Их вырезано 30 штук. И на каждой я проставила цифры от 1 до 30. Добавив немножко снежинок. Времени на это ушло 5 минут. На белое основание всего календаря по краям фиксирую снежинки. Это техника декупажа. Салфетки и клей. Все, что для этого нужно. Это совсем уж просто и быстро. 3 минуты и готово. Теперь с помощью горячего пистолета на основание клею пластиковую бутылку. Бутылку пока отложим в сторону. Самое время заняться окошками. Заклеенным дном нижний ряд должен смотреть вверх. На бумажке наносим обычный ПВА по периметру и клеим изнутри. И вот так проклеиваем нижний ряд от 1 до 15. Первый ряд готов. Но прежде чем его фиксировать, заложите самое главное подарки. Подарки вложены, теперь можно и фиксировать. Переворачиваем основание с бутылкой и накрываем круг с подарками. Придерживаем руками, переворачиваем конструкцию. Осталось только зафиксировать первый ряд с помощью клеевого пистолета. Не обязательно клеить каждый цилиндр. Вполне достаточно 5-6 клеек. Время на это ушло мало и раскладка подарков и фиксация заняла не более 5 минут. Первый этаж готов. Строим второй. Надеваем его на бутылку донышками вниз. И вклеиваем занавесочки с датами в окошках от 16 до 30. Примерно так выглядит почти готовый календарь, но без крыши. Поэтому приступаем к крыше. Вырезаем круг диаметром 54 см. Для того, чтобы вырезать угол, который нам необходим, на окружности мы отмеряем от этой до этой точки 45 см. И ведем от этих точек к центру круга. И вырезаем этот треугольник. Получаем вот такую форму. Заготовку скручиваем. Запах не должен превышать 3 см. И склеиваем края. Крыша готова. Белую крышу я оставлять не советую. Она довольно большая и позволяет разгуляться фантазии. Самый простой способ покрасить крышу в какой-нибудь цвет. И украсить переливающимися блестками. В нашем случае это голубая крыша с голубыми и серебристыми блестками. На другой домик сделали крышу темно-синего цвета. С зеркальными вставками и блестками. По краю пустили серебряные бусы. А я призываю проявите фантазию. И с помощью клея блесток и пайеток создайте свой неповторимый узор. Финальная часть это крепление крыши к домику. Для этого нужно проделать отверстие в крыше и в верхней части домика. Пропускаем тонкую ленту. Выводим концы ленты на крышу и фиксируем. Можно завязать в бант. Можно запечатать печатью. У кого на сколько хватит фантазии. Домик-календарь готов. Если на декор отложить минут 30, то весь календарь при наличии материала можно сделать за 2 часа. Ну, может быть за 3. Но сколько радости это принесет ребенку на целый месяц. И именно поэтому не переставайте удивляться. Удивляйте и радуйте близких. Всем удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok